Работа над фундаментальным документом, который станет основой для подготовки градостроительных решений в Севастополе, заняла более полугода. Изучение сложившегося архитектурного облика, множество консультаций с экспертами, кропотливый анализ законодательства и исторических источников. Всё это для того, чтобы город стал ещё более красивым и комфортным для его жителей и гостей. Для города он очень важен, потому что позволит нам получить точку опоры, чтобы начать приводить в порядок облик центральных улиц в том числе и вообще формировать какую-то более лаконичную и стильную городскую среду. Здесь традиция и все этапы достаточно тщательно изучены, собраны, проанализированы. Мне кажется, точно этот материал позволит нам сейчас в этом контексте вести более осмысленную работу. Разработчики проекта разделили Севастополь на 8 зон по доминирующему типу застройки. Для каждой предложили свои решения – от используемых материалов и цвета зданий до мелких, но значимых элементов, например, шрифта вывесок и формы аншлагов, адресных табличек. Дизайн-код достаточно гибкий. Требования к историческому центру со множеством объектов культурного наследия намного строже. А для периферийных районов достаточно соблюдать лишь некоторые основополагающие принципы. Елена Трубина, руководитель проектов консалтингового бюро «Атлас», которое разрабатывало дизайн-код, представляла итоговую концепцию по видеосвязи. Принцип работы с цветом – это от белого центра, которому присущен германский камень, балаклавский, крымбальский, альминский, да, к более такой яркой цветной периферии. Но опять-таки яркая она также в пределах этой белой гаммы, чтобы выдержать образ белокаменного города. Также дизайн-кодом продемонстрированы неудачные решения, которые выбиваются из зубного города и не могут быть рекомендованы к использованию. Все примеры использования дизайн-кода основаны на реальных зданиях, красота которых зачастую скрыта под нагромождением рекламы и неуместных элементов конструкции. Положили, как мог бы выглядеть этот всякий ам, если снять верх фасад. И, собственно, показать, как работают вывески, фортуровка вывесок, витрины и входные группы. Это ультро Роза Люксембург 40-10. Хаотично расположены кондиционеры, плохое состояние фасадных элементов, неравномерно окраска фасады и цоколя. Вывески расположены на архитектурных элементах. Следующий слайд, пожалуйста. После мы видим, предложили спрятать кондиционеры, допустим, крытыми системами, упорядочили банки-балконы, применили цвета для окраски фасадов оттенками германского камня, разместили вывески по правилам. Члены архитектурно-художественного совета Севастополя высоко оценили получившийся результат и даже рекомендовали представить дизайн-код как одну из лучших региональных практик в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Хочу отметить, что наш дизайн-код, вообще-то, наверное, самый лучший, потому что, действительно, там очень часто повторяются типовые решения, некая стандартизация существует. И вот здесь мы, наверное, с нашим таким неспокойным сообществом, вот с нашим уникальным городом. Требовательным сообществом. Мы, наверное, городские изучили дизайн-код, и, мне кажется, он просто позитивно повлияет и на имидж наших учреждений, заведений и так далее. Но те, кто злостно будет считать, что у него самый лучший вкус, с теми уже будет административная комиссия работать. Опять же, начнем это с исторического центра, дальше будем смотреть. Для приведения в порядок жилых домов объектов культурного наследия в центральной части города было предложено искать дополнительные финансовые источники и работать над изменением действующего законодательства. Очевидно, что не все жильцы в состоянии финансовом и могут, и хотят в этой работе участвовать. И это, конечно, будет камнем преткновения. Мы уже с этим столкнулись, когда попытались некоторые дома сделать. То есть, понятно, что здесь надо будет лоббировать изменения законодательства на федеральном уровне. Потому что иначе мы такую картинку не получим никогда. Я считаю, это абсолютно единственный вариант, чтобы мы получили фасад центральной части в том виде, в котором нам бы хотелось видеть, чтобы мы могли при формировании проектов закладывать деньги на то, чтобы проводить порядок остекления, соответственно, проекту и кондиционеры, и другие элементы. Окончательно дизайн-код будет утвержден постановлением правительства Севастополя. Полина Галушка, Юрий Риутин, Денис Александрович, Севанформбюро.